Так, ну что, ребят, всем привет, рассматриваем новости по EPLU. В общем, CBDC это у нас инновация, эффективность, доступ к финансовым услугам, проблемы конфиденциальности. В общем, тут здоровое полотно, я оставлю ссылку в описании, кто захочет, прочитает. Давайте основные моменты пройдемся. В основном твите компания EPLU ссылается на статью Digital Pound Foundation, некоммерческой организации, занимающейся разработкой и внедрением цифрового фунта в Соединенном Королевстве. Ну, как мы видим, все идет на централизацию. Как я и говорил, скорее всего, каждая страна будет создавать свою валюту, но, естественно, я напоминаю, что компания EPLU находится в США, а значит, США захочет все равно управлять через доллар. Но, как мы видим, все уже начали одуплять, что евро невыгодно, либо тот же фунт держать, и он зависим от доллара, поэтому они будут создавать свою цифровую валюту. Но, мне кажется, все будет то же самое, просто в цифре. То есть, точно так же все будет зависеть от доллара. Ну, может, я ошибаюсь, поправьте в комментах, но мне кажется, что все равно сделают все так, что все будет коррелировать с долларом, и по факту доллар будет владеть. Ну, доллар и, может быть, максимум юань. Все. Вот. А остальное все будет, естественно, в зависимости. Вот. Как мы писали ранее, компания присоединилась к Digital Pound Foundation в октябре 2021 годов. Он считает, что первый цифровой фунт будет лежать на основе перехода Великобритании к инновационной цифровой экономике и обществу. Внедрение CBDC, наряду с другими формами цифровых денег, обеспечит место Великобритании в формирующейся глобальным цифровом ландшафте. Ну, и самые интересные моменты. В отличие от наличных, цифровые платежи по своей породе способны генерировать контрольный журнал транзакций и покупательского победения. Ну, то есть, вы понимаете, что это будет. Это будут полностью прозрачные транзакции. И, соответственно, банкам и тому же правительству будет проще контролировать нас, обычных людей. И, естественно, для нас, естественно, в минус. Вот. Поэтому многие просто не совсем понимают, что это будет. То есть, то, что сейчас, это детский лепет. А тогда, вот, когда введут вот этот CBDC, в 2023, ну, скорее всего, 2024-2025 год они планируют, вот тогда уже будет веселуха. Ну, в кавычках. Возможность того, что личная информация, связанная с этой деятельностью, станет доступной за пределами ее предполагаемого использования, вызовет серьезные проблемы с конфиденциальностью. Ну, ее и так нет, да? Как вы думаете, специально или случайно бирже вводят эти там верификации и так далее? Практически все, ну, естественно. Или там удаляют анонимные монеты и делистят их, ну, тоже случайно, да? Пользователи, естественно, заботятся о сохранности и анонимности данных, не только о своих личных, но и о информации расходах. У них также могут быть опасения по поводу коммерческого обмена данными. Вот. У центрального банка нет такой максимизации прибыли и коммерческих императивов, как у частного эмитента. И эти опасения потенциально могут отговорить людей от использования CBDC. Но никто спрашивать никого не будет. Просто переведут, да и все. Вот. Скажут, что бумажные деньги принимать ни магазины, ни банки никто не будет. И все. Переходите на цифровую валюту CBDC. И что тут скажешь? Ну, перейдут, а что сделать? Поэтому, ну, народ все схавает, как говорится. Вот. Поэтому ничего удивительного. В качестве цифровой альтернативы наличным деньгам, потенциально подталкивая их к альтернативным, потенциально менее прозрачным платежным механизмам. Вот. Потом следует признать, что с точки зрения правительства, часть ценностей вне Дэни и CBDC заключается в возможности лучше управлять и использовать данные о транзакциях. Ну, о чем я говорю. Для более эффективного проведения политики. Это может включать, например, защиту целостности финансовой системы, за счет сокращения финансовых преступлений, за счет усиления мер по борьбе с отмыванием денег или повышением способности контролировать эффективность льгот и других вмешательств. Ну, те люди, особенно, которые при бабках, да, хоть маломальских, которые хоть немного шарят в экономике и финансах, они понимают, ну, что это имеется в виду на самом деле. Вот. Ну, я думаю, с криптовалютой это то же самое. Говорят, что вот, мы там пытаемся вас защитить. Ну, конечно, мы так и поняли. Вот. Поэтому вводят налоги, поэтому пытаются защитить, да. Вот. В то время как преимущества и эффективности, вероятно, будут привлекательными конкурирующие проблемы и интересы поднимают вопрос о том, возможно ли найти точку равновесия, можно ли тот же уровень анонимности, который обеспечивается наличными деньгами, также будет достигнут по разработке CPDC. Ну, и, соответственно, введение цифровой валюты, если оно будет хорошо продумано, может способствовать инновациям, повышению эффективности, решению доступа к финансовым услугам. Ну, опять же таки, все это подвязывается под то, что все было прозрачно и можно было дальше собирать налоги. Поэтому, я думаю, понятно. Ну, и чтобы контролировать все транзакции, CPDC, есть еще такой момент. Допустим, вы там, к примеру, не оплатили парковку, а вам, хопа, автоматически бабки списались в виде штрафа. Автоматически, вам даже платить не надо. Автоматически взяли и списали с вашего счета, потому что вы там что-то нарушили и так далее. В базу данных это все вносится, списывается с вашего электронного счета, цифровые деньги, и все, ваши денежки улетели. Штраф там, либо какие-то налоги автоматически будут списываться. Вот что такое CPDC на самом деле. Естественно, об этом умалчивают, но вот это основная такая фишка, которая будет, ну, естественно, не фишка, для нас это минус, естественно. Вот, но и все будет в автоматическом режиме происходить, поэтому многие не отдупляют, что вообще грядет. И грядет, на самом деле, очень большое веселье. Вот, Ripple достигает примечательной вехи децентрализации, поскольку судебный процесс приближается к завершению. Они у нас, опять же-таки, говорят, что вот у нас запасы XRP упали ниже 50%, поэтому децентрализация. Ребята, какая централизация? Ripple сотрудничает с банками. Ну, включите мозг. Вот, поэтому, почему держатели XRP, получающие прибыль, должны проверить какие-то данные там. Вот у нас изо всех сел пытаются превзойти какие-то отметки, но продолжают накачивать позитивом. Давайте, давайте заходим, ребят. Киты продолжают приспосабливаться, несмотря на предыдущую распродажу. Ripple сосредотачивается на развитии, в NFT там и так далее. Стоит ли инвестировать, покупать XRP сегодня? Вот, давайте же почитаем, что нам советуют. Соответственно, вот у нас инвесторы могут решить купить прямо сейчас, придержать свои токены, ожидая следующего бычьего ралли. Я напоминаю, это не ранее, чем через год будет. Киты делают то же самое, накапливая столько. Ну, опять же-таки, врать они могут сколько угодно, но киты сейчас могут накапливать, но они-то могут и задампить цену, понимаете? Вот и все. Аналитики считают, что сейчас разумно придержать актив, поскольку Ripple Labs находится на грани окончательной победы. Ну, победы никакой и близко нет, потому что решение по суду будет принято в марте 23-го года, а то и позже. Вот, я думаю, понятно. Они рассматривают и то фикционного суда, спектакля. Они рассматривают это событие как катализатор для запуска ралли, который, наконец, прорвет медвежий цикл. Ну и типа, давайте закупайтесь. Ну, я думаю, понятно. Вот, достижение объема торгов 1 миллиард долларов, XRP летит на луну там и так далее. Говорят у нас, что вот SEC подает там какие-то данные, вот, потому что в SEC мы побеждаем. Надо закупаться, токен набирает обороты, битва уже близится к завершению. Ну, блядь, близится к завершению, сука, у них уже сколько? Два месяца, вот, или даже два с половиной. А по итогу, как мы слышали от Гарленхауса, от двух до девяти месяцев. Потом они сказали, ой, все-таки ноябрь и декабрь, потом, ну, блядь. Янвай, февраль, ну, март, окей. И вот так они будут тянуть до тех пор, пока бычка не настанет, да и все. А, естественно, ложков сейчас загоняют на хая, вот и все, локальных, по крайней мере. Ripple готов, SWIFT и платежные платформы будут обновлены у нас в ближайшие месяцы. И, как говорится в официальном сообщении, Глобальная служба обмена финансовыми учреждениями приняла просьбу на переход ISO 222 в марте 2023 года. Ну, и, кстати, помните, результаты суда должны быть в марте 2023 года. И, опять же-таки, разгоняют, но люди что-то этого не читают, что, типа, тогда только примут. Они увидели новость, ну, SWIFT принимает Ripple, все, надо закупаться. Вот, 20 октября, естественно, разгоняют FOMA. Он поделился своим решением отложить переход евросистемы на стандарт на 4 месяца с ноября по март. Евросистема состоит из, ну, ЕЦБ, там, Европейского центрального банка и национальных банков, да, стран, принявших евро, там, и так далее. Ну, и, соответственно, говорят, также должна внедрить у нас там система клиринговой палаты в апреле 2023 года. Ну, и в США FEDWIRE поставила цель прийти на сообщение ISA-222 в марте 2025 года, в то время как новая железнодорожная служба FEDNOW у нас разработана Федеральными резервными банками, США планирует прийти на стандарт в середине 2023 года. Вот, де-факто стандарт данных для современного, получается, обмена платежными сообщениями между финансовыми учреждениями и платежными системами прогнозируется, что к 2023 году будут поддерживать 87% глобальных финансовых транзакций. И лидеры Ripple в этой смене. Ну, о чем я говорю, что, скорее всего, будет где-то Ripple приниматься через систему, там, ISA-222, либо XRP Ledger, тот же, либо через Stellar, там, либо через CBDC, ну, короче, вы поняли. На цифру переводят к 2025 году. Вот, постепенно становится глобальным стандартом, использует сеть RippleNet. В марте объявила, что будет сотрудничать, там, присоединилась к органу по стандартизации, использование в трансграничных платежах все время было ограничено. В результате Ripple и клиенты RippleNet стали пионерами в принятии для трансграничных платежей. Ну, и сеть Flare Network у нас, FLR, да, переходит в режим бета-тестирования, так как держатели XRP ожидают раздачи токенов Long Delight, ну, короче, отложенных токенов, Spark или, там, Sunbird тоже раздавали. Кстати, проверьте свои балансы на Binance, кто холдил, там некоторые монеты начислили, ну, там, копейки, ну, зависит от того, сколько вы монет держали, но, в целом, небольшой процент там начислили, там, начисляли Solo, Sologenic, плюс Flare, там, а, по-моему, Sunbird начислили, Flare, по-моему, нет еще. Вот, поэтому имейте это в виду и, соответственно, говорят, что нацелены на то, чтобы, по существу, предоставить возможности смарт-контракта в различных сетях блокчейнов, начиная с XRP, затем LTC, ранее заявляла, что вот немедленно получит, там, своих 15% токенов, ну, и потребует в среднем 3% в месяц в течение 25 месяцев, то есть 2 года, так и максимум 3-4 месяца, то есть, считай, там, 3 года. Вот, ну, и снимок был сделан в конце 2020 года, я напоминаю, ну, и в конце Flare, а, в конце сентября заявила, чтобы распределить с 24 октября по 6 наибра, при условии, что достаточное количество валидаторов возьмет на себя все функции, ну, а если не возьмет, тогда не распределят. Ну, по большому счету, я считаю, дадут какие-то копейки, и по итогу их все сольют, тем более на медвежке холдить никто их не будет. Поэтому я не знаю, что там они тянут резину с этой раздачей, поэтому делают какой-то великий проект, а по итогу большинство людей просто сольют их, да и все. Вот, поэтому, как мы видим, на текущем тапе тоже у нас пошел откат. По поводу, кстати, пару слов по доге, я предупреждал, ребят, последняя возможность у вас выйти, ну, лично я так считаю, могу ошибаться, естественно, но я вчера давал рекомендацию, можно было выйти по 13 центов на относительных хаях, если бы вы состояли в закрытом клубе, вышли бы еще выше, да. Вот, по поводу XRP на текущем тапе продолжают загонять, раздувать, что вот суд закончился, там заканчивается уже решение на кону, там, но, ребят, я вас могу верить, что это пиздеж. Вот, полтора месяца, естественно, ну, как бы надо наебать хомячков, чтобы заработать на них денег, поэтому, я думаю, очевидно в этом плане, и это всегда так делается, поэтому мир циничен, жесток и капиталистичен, поэтому удивляться ничему не надо. Вот, по поводу минус 30% движения, я также жду минимум по XRP, поэтому финальное бритье еще впереди, плюс у нас формируется вот такая вот восходящая база, которая тоже побреется, как было вот здесь, да, бритье, поэтому могут еще тянуть месяц, полтора, может даже до конца года, но, как мы видим, скорее всего, это загон просто хомячков по поводу того, что вот победа сюда, там летим на 1 доллар, принимает, там ИСУ у нас 222, там и так далее, SWIFT принимает, давайте, ребят, заходим, ну, как мы понимаем, соответственно, это просто загон толпы на локальных хаях после вот этого вот роста на плюс 70 там процентов, поэтому, ну, в среднем 50 процентов, поэтому имейте это в виду, ребят, сейчас заходить в XRP, я считаю, опасно, и лучше подождать. Ну, там, конечно, решение финальное за вами, но я буду ждать снижения. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok